Своё физическое тело поддерживает состояние нормы здоровья и молодости можно технологиями, которые изложены в трудах доктора физико-математических наук Григория Петровича Гробового. В интервью Григория Гробового, корреспонденту журнала «Собеседник» 4 октября 2005 года, были даны интересные технологии, в том числе и технологии омоложения. Человеческое на пути своего эволюционного развития учитывает, конечно, разные направления. Естественно, важны и такие прорывные технологии для спасения людей от серьёзных заболеваний через омоложение по клиническим показателям. Технологии касаются радикального продолжения жизни и возвращения молодости структурам физического тела. Фрагмент интервью Григория Петровича Гробового можно прослушать. Да, просто мысли я ставлю в нужную точку. Вот, например, чтобы омолодить женщину по клиническим, ну, то есть, чтобы если вдруг какие-то болезни, надо конструироваться в районе левого локтя. Ну, есть технологии, они описаны. Если просто омолодить, это правый локоть, ну и так далее. То есть, это, собственно говоря. Технологии. Смотреть туда и думать, да? Да, конструироваться и видеть, представлять, скажем, свечение света серебристого и всё. Пять там, ну и так. Ну, это к женщине. У мужчин другая технология. Да? Да, мужчинное омоложение – это левая пятка, чуть выше, и потом колено-сустав с внутренней стороны. Значит, профилактика, ну, то есть, если проблема, ну, как правило, у мужчин достаточно омоложение без акцента на заболевание. В общем, проще. Значит, что, ну, ну, может просто здоровье, да, в основном так говоря. Если всё-таки акцент есть, то тогда это, ну, у человека, который считает себя болезненным, тогда это всё-таки правый колебный сустав, но внешняя часть. Кстати, работают люди очень эффективно, у меня много академиков просто конструируются и прям чувствуют, как кожа начинает натягиваться. То есть, омолаживаются, сдают анализы, сравнивают анализы, анализы такие, как, например, минус 20 лет, крови, там, и так далее. Григорий Петрович в конце интервью говорит. Ну, на самом деле, знаете, я считаю, что должен уметь каждый, ну, лечить, там, другого, да, от любого заболевания, не обязательно в спид. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, здесь ситуация такая, что надо просто работать как можно больше, и всё. Но что примечательно в этом интервью, что корреспонденту, возможно, хочется, чтобы кто-то делал ту самую работу, например, хотя бы по омоложению. Поэтому он спокойно предполагает, это будет как к маникюрше сходить сейчас, да, в общем, захотел, пошёл. На что Григорий Петрович Горобовой отвечает. Ну, примерно, но не совсем точно, ну, примерно. Ну, да, очень захотел, пошёл. Лет через 250 вы будете, уже будет эта технология такая, очень быстрая. А пока будет технология медленно, ну, может быть, хотя активизация может начать развиваться, может себя управляться, и тогда человек может омоложиться быстрее, в короткие сроки вполне возможно. Этот ответ, во-первых, даёт надежду и уверенность, что мы доживём до этого времени, ведь всё нарабатывается практикой, имеется в виду, что быстрая технология омолаживания придут после медленных. Во-вторых, в текущем времени будем медленно омолаживаться, если не захотим все вместе быстро это делать. Получается, что цивилизация может начать очень быстро развиваться. И в-третьих, в книге Григория Горобового «Хайрукулос» говорится так. Таким образом, «Хайрукулос» увидел эволюцию людей в самих себе, когда каждый может развиваться столько, сколько он хочет, и при этом то, что извне, будет ему притекать столько, сколько ему нужно. Таким образом, «Хайрукулос» увидел золотой век человечества и всего мира, и он понял, что этот век уже никогда не кончится. Другие цивилизации стали стекаться на этот свет, который разгорался все больше и больше. Соответственно, омолаживание путем предложенных концентраций по клиническим показателям или просто для омоложения физического тела можно проводить столько, сколько человеку нравится или необходимо, причем каждый сам определит для себя тот возраст, в котором ему комфортно будет жить. Информацию по методике омолаживания можно дополнить из лекций Горобового Григория Петровича от 20 ноября 2001 года. И вот с точки зрения омоложения, чтобы было омоложение при наличии естественного развития реальности, омоложение можно рассматривать как следующее развитие клеточного состава. И при этом тогда никаких противоречий здесь не возникает, здесь просто омоложение – это проявление структуры создателей, на самом деле, в данной точке, с точки зрения вечного развития. И в том числе, что ваше сознание соответствует, например, в данном случае этой задаче. То есть каждый выбирает, когда мажется, или после, например, 70 лет, или раньше, или в каком-то возрасте, который считается постоянно среднемолодым, что ли. То есть выбирается какая-то система у каждого лично, и при этом существует, правда, такой элемент, когда окружающее еще обладает возможностью стареть, то получается, что с точки зрения организации всего коллективного сознания, чтобы иметь какую-то точку омолаживания более раннюю, здесь нужно тогда иметь возможность, вообще говоря, передавать как-то знания другим, либо просто омолаживать вперед, что ли, по управлению, кто встречается, либо обучать. Но в некоторых случаях иногда, по, например, клиническим показаниям, допустимо омолаживание очень радикально внешне, которое сразу фиксируется, например, другими людьми, причем, может быть, даже до такого крайнего, что ли, уровня, что сразу видно, что на много лет человек помолодел. В учении о спасении и гармоничном развитии омолаживанию уделяется достаточно много времени в различных трудах Григория Гробового.